На колбасе припять, мы сейчас будем разниматься. Давай. Паралон вниз, помнишь? Погоди секундочку. Симон, помнишь поралон вниз? Это, там туалетик в лужах. В лужах. Так, ребятяшки, ребятяшки, братьяшки, ребятяшки, смотрите, пожалуйста, внимательно. Желток тоже неси туда. Огурец надо? Огурец, патисон, патефон, да, зеленку, малышок. Неси желток. Вот сюда, неси. Это тяжелая сейчас, секундочку. Огурец. Здоровый, да? Вот сюда, желток. Смотрите, на всем этом вам надо будет ходить, двигаться, сидеть, пробовать. На всем этом. Матвей, Никитос, покажи. А на пальцах можно ребятствие делать? На пальцах можно делать? Нужно. Ты только, Вань, двигайся тогда, пожалуйста. Да, оп, оп. Так, Леня, Матвей, на меня, пожалуйста, посмотрите. Матвей, Леонид, Иван, не ты. Матвей, посмотрите, Леня, посмотрите. Вы стоите, ножки внимательно смотрите, ножки ставите. Я знаю. Помнишь, да, куда? На колбасу. На колбасу и делаете, смотрите. Матвей, Леонид, Никитос. Я знаю, я знаю, я знаю. Браток, посмотри, пожалуйста. Вань, вот так вам так надо сделать 10 раз. Ножки вытянули и красиво. Только 10 раз. И все. По очереди, не торопимся. Сергей Геннадь, я стараюсь по ней ходить. Стараюсь ходить, но ты ребятам не будешь поправить маткой помогать? Да, матка, не будешь помогать учтелить? Мне можно 8. Можно 10 и 8. Можно 8. Можно 8, конечно, можно. 8 значит можно. Это наоборот нужно. Да, это сильным ты будешь быть. Как ребята сильные, как ты сильный, как папа сильный, как мама сильный, как дедушка, бабушка. Как Ваня ловкий. Видишь, он упал и даже не плачет. Даже не испугался. Может быть, чуть-чуть испугался. Но я так сильный. Так сильный? Ну, мощный ты парень, да, мощный. Ваня, ну-ка, бицух покажи свою. А он, смотри, какой мощный. Каждый день качается. Ты видел что? А что, Лёнь, мне от 8? Я просто... Иди, подчиняйся. А ты жмешься? Что, Лёнь, говоришь? Я делал... Мне что, от 8 или от 10? От 10 до 1. Никитос, братишка, пойдем. Никит, сейчас на трюки перейдем. Сейчас ты нам покажешь, как ты там в лагере трюковал. Только надо сначала отжаться, помнишь? Да. Трюковал, нормалек он там трюковал, да. Это у нас же не делали. Ну, здесь поделаешь, если захочешь. Да, хочу. Поделаешь. Только надо отжаться. Я бы подержался до 11. Молодец. Надо отжаться 10 раз, где Леонид занял в брусе, надо Иван. Сергей Геннадьевич, я бы тогда 1. А как Санислав Андреевич, кстати, поживает? Семен, Семен, поролон, наоборот, поднись, братан. Ну, пожалуйста, услышь меня. Поролон поднись, парни. Услышь, пожалуйста, Сема. А когда меня в лагере побежали... Да, чуть-чуть сблини, все, вижу, смотрю. Толстый мальчик, я ему сказал, вот так сказал, братан, хорош. Держи, молодец, держишь, молодец. Я ему вот так сказал, я ему... Секунду, секунду. Сем, погоди, погоди, вы прям личные действия делаете. Я имел бы выделить все правильно, остатки мата. Вы все правильно выделили. Сейчас вы можете просто поролон туда же. И сверху поролон накрываете, например, черную мату. Зачем вы перестиваете? Все хорошо. Только заправляй так, проверяйте, чтобы щели и ничего не было. Просто поролон терапия с кусок оторвали. Прям здоровый такой. Конечно. Если вы пожалеете немного снаряжения, то нам еще надо несколько лет попасть. Если пожалеете, то уже... Никита, стучу! Он сейчас в смысле, правильно же там? Пожалуйста, братан, стоп. Стоп, Иван. Я ничего не делаю. Я знаю, спокойно. Отожди 50 раз. А зачем ты туда пошел? А что он делал? Тихо, стоп. Я кровь посмотрела. Молодец. Тоже красавчик. А потому что... Ты тоже 50 раз нажмись, пожалуйста. И ты, и ты. И ты отжимания. А что ты как-то по 25? Нет, Матвей, 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 если кто-то мальчике балуется, не ведись на их баловство, ладно? Тебе показать? Иди сюда, я тебе покажу. Иди сюда. Пойдем. Сергей Николаевич, вот так вот... И тебе, и тебе покажу. Вы хотели ключи посмотреть? А сверху, паралоны ты застилаешь сверху. Ясно, ты не помнишь. Вот, и это тоже, да. А где же у нас там ваша квартира? Секундочку, а квартиры нету. Зачем... Иди сюда, парень, иди сюда, покажу. Это вот зуб. Иди сюда. А что это за зуб? Это зуб. Иди сюда. Смотрите, это зуб от животного. Да, от корова. От тигры, по-моему. Ну, какой, мощный, да, смотрите? А брелок от чего? Это всякие ключи от зала, от всего, от помещений. А мне тоже есть. Ключи не показывайте, не надо, я просто покажу. Никит. А зуб чей? Смотри, как у животных здорового. Как будто кабаны. Это, нет, у кабанов не такие. А где от квартиры лошали? Это бились, наверное, с тигром. А? От квартир. У меня нет квартир, у меня ничего нет. Ни квартиры, ни машины. А где вы живете? Даже где захочу. В Саратове живу, здесь живу. У меня много других. Хочу, живу. Не, у меня есть квартира в Москве, но я же в Москву не могу ездить, сюда приезжать. Поэтому здесь... А что вы тогда в Москву не ездили? А зачем? Я туда в Москву ездил. Вернее, даже ездил на самолете. Серафим, целопан, целопан. На самолете? У меня ухо запахло. Давай, ладно, зря ты скомкал. Давай, давай. У меня в угле дырка, у меня вот это не напрягает. Что говоришь? Мой папа едет ночью. Молодцы. Парни, все. Ивану, Никите, Матвею и Лене. Быстрее. 20 отжиманий. Сделай, пожалуйста. Семенович, можно ли с того зала матраса уйти? Блядь, у меня точно не прошло. Вам надо поролон закрыть. Ты понимаешь, что ли? А-а-а. Встань, блядь, встань. Где отжимались? Быстрее. Быстрее. Стоп. Стоп. Всем оставь. Всем 50 отжиманий. Упорно уже принять. Быстрее, Матвей. Ты полез на стол, куда тебе нельзя лазить. Там только для взрослых. Да? Ну, Матвею тебе разрешили. Я вам показал этот зуб. 50 отжиманий быстрее. От крокодиловый. От крокодиловый зуб, да. Быстрее 50 отжиманий, Матвей. Надо сделать, чтобы сильным быть. Как мальчики. Быстрее. Парни, быстрее 50 отжиманий. Переходим на элементы. Время уже. Время. Можно подтянуть на кольце. Быстрее. Подтянуться. Лучше отжаться. Никита, так нечестно. Лучше отжаться. Ну, пожалуйста. Ну, иди потянись 50 раз тогда, да. Леня, отжимаемся. Я делаю. Давай, делай, делай. Только делай так отжимания, чтобы я тебя видел, что ты отжимаешься. Если я говорю, надо меня внимательно слушать и понимать, что я говорю. Если я говорю, поролон вниз, значит, конкретно поролон вниз, чтобы его никто не рвал и не тримарил. Леня, отжимайся, пожалуйста. Еще раз? Сто процентов, 50 отжиманий надо сделать. Я уже делаю. Ты сделал 50? Нет. Ты... Ну, давай еще 10 сделай. Все. Кто все? Никита, ты все? Давай еще 10 отжиманий сделай, пожалуйста. Я тоже все. Все, молодец. Ты и Серафим маты стелите. А я... Тебе, Лене, Маты стелите, Лене, Никите, Ивану еще 10 отжиманий. За силу, за силу, еще 10. Никитос, молодец. Иван, Никитос, за силу. Сейчас, секунду. Никит, братуха, ты же... У меня 15. Молодец. Ты же делал 150. Ты знаешь, сколько он отжиманий делал? Он 150 отжиманий сделал. Да, в лагере? Никитос, давай хотя бы 10 еще. Иван, давай, чтобы от друга твоего не уступать, давай еще 10. Сейчас, секундочку, я это... Все, парни, свободно. Машина кто-то... Машина приехала. Давайте, свободный режим. Где? Там кто-то на тачке, да, приехал? Да. Нет, там, наверное... Наверное, что это конкурс. Кто это? Конкурс? Я все машины знаю, только какие-то чужие знаю. Я все знаю. Газели, там... А, ты имеешь название? Да. Что мне делать? Теперь все переходите на вот эти... На элементы, соединяем элементы с сжиманиями на брусьях. Это, наверное... Это, наверное... Никитос, а ты еще на столб не лазил? Погоди, секундочку. Это, наверное, я приехал, сфотографировал детей. Да, на столб прям залезь, не бойся. Вань, покажи, как на столб залезаем на бревно. Я тебе скажу, сколько залезий. А кто покажет, Никипе, как на бревно залезать надо? Ясно. Ну, давай. А ты, наверное, что-то не плачешь. До верху. До верху залезь. А что за камера? Ну, специально, чтобы ваши родители могли увидеть ваши тренировки. Вот я снимаю у турника детского. Сейчас постелю, секундочку. Давай. Матвей, погоди секунду. А ты вот попробуй, как Иван, залезь только до верху. Я? Да. На эту штуку или... На бревно. Матвей, погоди, пожалуйста. Сделали? Постелили? Ну, как-то вы странно, гору настелили. Погоди, Семен, Серафим. А теперь потратьте, пожалуйста, одну минуту времени. Постелите ребятам поролон под детский. Не надо на ней лазить. Семен, Серафим, потратьте, пожалуйста, одну минуту. Матвей, слезь. Матвей, погоди. Слезь. Слезь. На ней нельзя лазить. На бутылках нельзя. Семен, помоги, пожалуйста, Серафиму постелить поролон. Надо себе уголок. Да. Матвей. Все, иди туда. Ребята стелят. Иди, иди, стелят, стелят, ребята. Иди, посмотри, как они стелят. Слезай теперь, Никитус. Матвей, изучи технику постелания, чтобы ты потом сам смог стелить. Семен, расправляй поролон. Расправляй его, конечно. Чего ты с ним стоишь? Только не так надо расправлять. Не так. Не так. В длину, как ну расправляй. В длину. Да. Расправляй. Чуть-чуть назад верни его. Чуть-чуть назад. Туда. Да, да, да. Оттяни его назад. Назад. Нет, 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 нет. Да. Чуть-чуть. Молодец. Молодец. Здрасте, здрасте. Ну, давай, дерзай, залезай. Матвей, помоги, пожалуйста, Лене. Он на стол хочет залезть. Сейчас я расскажу, Иван. Он хочет на стол залезть. Помощь ему на стол? Да. В петлю не надо ногу засовывать. Зачем какой ты хитрый? А что это за петля? Петля специально для упражнений. Но сейчас надо тебе залезть просто. Давай, Матвей. Смотри, Лень. А, он там тоже? Да. Иван, 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 надо 10 раз отжаться от брусьев. Потом Никите. Ну, а занятие сколько? Сейчас скажу, подожди, пожалуйста. Сейчас скажу все. А кнута чем не будет? Что? Ну, не будет, человек. Посмотрим по поведению. У меня поведение хорошее. Посмотрим. А что? Просто Иван с кнутом, да? Матвей, Иван с кнутом тренируется. Вот так. Щелкает кнутом, да. Очень большой хорошее. Че ты так вдыхаешь? Тяжело. Че так тяжело вдыхаешь? Смотрим, как умеешь. Молодец. Вот, иди, постелили. Иди, постелили, Матвей. Иди, беги туда. Вас зовут Сергей Иначе. Кто? Конечно. Ты можешь раздуться и зайти сам. Сколько делать? А ты с кем-то пришел? Сколько делать? Десять раз. Заниматься хочешь? Да. Помните, я приходил с Саней с подругой. Угу. Привел маму. Маму привел? Отлично, сейчас познакомимся. Здравствуйте, парни, поздоровайтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, располагайся, присаживайся. Так, рассказывай. Рассказывай и рассказывай те. Во дворе, в этом турнике гоняет. Так. Прыгаешь, бегаешь. Меня уже все и мельки протрет. Тихо, тихо. Да. Вот. Присаживайся тоже. Маме. Да нет, нормально. Скажите мне, как, что здесь вообще занятие? Вообще он футболом постоянно занимается, поэтому я даже не знаю. Матвей, как тебе здесь занятие? Что мы здесь делаем? Хочем всего в уху. А что еще? Мы же подтягиваемся, кубыкаемся, на кончах висим. А что еще? Двадцать примеров. Сколько тебе лет, Матвей? Сотвечем. Шесть уже исполнилось. Сергей Иванович, ну вот примеры. Давай, Иван, ну давай, сальту покажи нам примеры. Сальту покажешь. Зачем? Давай передние. Нет, давай сальту. Давай передние. Давай передние. Ваня. Ваня. Ваня, стоп. Давай передние. Ну ты на кучу повыше встань и сделай. Сергей Геннадьевич, сиропин, погоди секундочку. Все, делайте, да, занимайте. Оп. В общем, гимнастика. Теперь можно выйти? Да, конечно. Парни, попейте, мыться в туалет. В общем, гимнастика здесь. Тихо, спокойно, Ваня. Гимнастика, лови силовая атлетика. На улице как раз это называется, то, что называется. Воркаут, уличные тренировки. Но у нас здесь не уличные, а зальные тренировки. В зале маты. Можешь пройти с мамой, пройди, посмотрите зал и все. Потом вопрос возникнет, все обговорим. А посмотри просто, как все устроено, какие, что там делается. Как часто вы занимаетесь. Каждый день, кроме воскресенья. Тренировки каждый сам для себя выбирает распорядок дня. Я каждый день качаюсь, можно качаться каждый день. Молодец, брат, молодец. Не отвлекай нас, пожалуйста, ладно? А сколько сейчас после 10? Потом 9 надо. Леня, потом 9 подтягивай, не помнишь? На этом? Да. Направление, три основных направления. Ловкость, сила, гибкость, которые пригодятся и, допустим, в повседневной жизни. И, например, кто есть там получает образование. Чего, 9 сделал теперь? 8 по очереди только делай, молодец. Кто-то может быть там, чтобы ГТО, какие-то комбалы получили. У вас тоже все на золото пересдавали уже все. И пересдают они через, скажешь, все есть какое-то время, там, и значки получают. Кому-то, например, при поступлении в учебное заведение, кто-то, допустим, выбор делает на физическом. Сейчас, секунду, погодим. Сейчас сначала поговорим, ты спроси вопрос, как ты не поспрашиваешь. На город потом где-то выступаете или просто для себя? Конечно, выступаю не просто. То есть, не просто город. Сейчас будет, прошел чемпионат области, сейчас будет чемпионат России. Иван, тормози. Не, Виному можешь посмотреть игрушку? Это у Матвея только разреши. Матвей, можно Ваня игрушку твою посмотрит? Не, я не. Матвей, иди покажи ему игрушку свою. Получает ребята разряды. У вас силовая атлетика? Это не олимпийский вид спорта, но входит в комитет по образованию спорта. Да нет, но это лето. А когда ты в сентябре? А что про сентябре? С утра ты уходишь в школу, вечером у тебя тренировка в футболе. Ты в футболе не будешь этим заниматься? Когда ты будешь этим заниматься? Футбол ты не будешь бросать. Никит, Моисеенко, подойди, пожалуйста, сюда. Поэтому вот вопрос у меня. Иван, подойди сюда, пожалуйста. Сейчас они кое-что у ребятишки спросят. Не только от меня было, как от воспитателя. Иван, присядь на секунду. Расскажи, пожалуйста, чем ты еще увлекаешься, какими видами спорта увлекаешься, помимо гимнастики? Ну, дартс, например. По метанию ножей у тебя какой? Да, по метанию ножей и дартсом люблю увлекаться. То есть вот такие, например, да? Он перевел туда интерес свой еще. Нет, я еще на гимнастику люблю. Гимнастика. Я тоже увлекаюсь. То есть у нас Никита занимался танцами, да? Ну, танцы бросил из-за своего характера. Там с девочками надо вот это. А еще пением, да, занимался? Ну, тоже бросил из-за характера. Я бассейн на два года хожу. Бассейн ходит. То есть, замечаю, ребята ходят и на курсы, какие-то там английские языки. Я понимаю, я просто конкретно пособен с своего ребенка. Все, 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 молодцы. Я конкретно пособен с своего ребенка. Вообще, ни в коем случае не спорю. Тебе надо будет с мамой согласовать. У него с уроками он не особо желающий учиться. Я вам сразу скажу. Ты что так напрягаешься? Все, спокойно. Мам, да. А ты думаешь, что у нас все любители учиться, что ли? Нет. Это у всех такая. С понедельника по четверг у него тренировки. С суббота, воскресенье они. Парни, занимайтесь, пожалуйста. Дайте я поговорю сейчас. Семен, ты знаком с парнягой? Нет. Нет? Ты с района же отсюда откуда-то, да? С района. Вот мы здесь рядом живем. Ну, все более-менее все должны друг друга знать. Так или иначе там. Никитос, иди давай на элементы, пожалуйста, а то разлегся. У нас, во-первых, я воспитатель. Здесь и главный тренер Макарич Нилис Владимирович, который дает мне определенные задачи, чтобы здесь надо подготовить кого-то. Все зависит от способностей и показателей наших воспитанников. Для многих родителей сюда приводят для того, чтобы немножко морально-нравственные качества укрепить. там же что бы поправить, потому что сам первый здесь дисциплина. Здесь с виду так кажется, все это вот так, а на самом деле все сурово и серьезно. А сестра, да, Матвей, а сестра приходила, вернее, ты приходила с девчатами, которые Семену Суханову, да? Семену Суханову. С пятой школы учишься? Нет. Я просто спрашиваю здесь, кто рядом. Смысл такой, нету привязки занятий ко времени, к дням. То есть нет такого, допустим, вот, может, кто-то разовое занятие ходит, они приходят, например, по субботам. Четыре часа тренировкой, одна. Четыре часа тренировка. Ну, включаем дверь, как подарок, да, возможно, с перекусами, с чаепитиями. Да, Иван, до одного надо довести. Смотрите, кому-то нравится, что вот здесь ребята знакомые, кто-то дружит, общается, кто-то приобретает, например, абонемент. Молодец, теперь семь, на восемнадцать занятий. И это растягивается на месяца. В месяц? Нет, нету привязки, на все время. Вот поднимаю я записи, например, Серафим Маслаков, Никита уехал, там, три месяца назад он был. Я поднимаю записи, смотрю, сколько у него осталось три месяца назад. Приходят ребята 22-го года, ну, в этом журнале уже, к сожалению, я не могу найти, но бывают такие, что вот мы поднимаем записи, смотрим, сколько осталось и продолжаем сейчас. Допустим, он надумает заниматься июлью. Допустим, он захотел заниматься, нету привязки к июлю. Вот он приходит в июне, нравится ему в июне. Если он не разовые занятия, абонемент берет. Никит, сейчас отжиматься будешь, брат. Давай, бегом. Только на одном, брат. Бегом. Я знаю, тихо-тихо-тихо, аккуратно. Что делать? Надо как Иван отжаться, пойдем. Вань, зови Никиту. И потом Веном, да, я поиграю немножко с Веном, потом ты поиграешь. Все, иди. Вот он смотрит на тебя. Все, давай. Давай, 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 давай. Ребята у нас приходит, кто-то считать учится, писать учится. Вот это у него такая бицуха. Все, ты ему язык отломал. Все, иди. На отжимание. У него бицуха. У нас здесь всякие познавательные плакаты висят, общаемся, стихи. Ну, родители, например, просят, да, надо ребятенка немного укрепить там поведение более, чтобы открытый был. Читаем стихи. Да, Матвей? 10. Все, Мать, давайте сделаем. Что говоришь? Поможете мне, помогу? Конечно, помогу. Попроси у ребят, они сейчас тебе помогут. Да еще у Семена попроси. Семена или у Серафима. Поэтому все по-простому. И, допустим, вот в июле позанимался человек. Ну, по каким-то причинам там надо дальше учебу. Все. Нам даже не надо сообщать, что он не придет в июне или в августе. Приходит в следующий раз, и все. Родители всех добавляют в диалог, где они смотрят информацию. Всю информацию можно посмотреть на YouTube-канале «Спортивно». Аккуратно, Леня, слезь, пожалуйста, не надо. Спортивно-культурный клуб. Вань, ну, пока разговариваем. Иди, ладно, иди на турники, иди попробуй. Иди, иди. Мама разрешит? Мама разрешит? Да, да. Все, иди. Только знаешь, что, сначала познакомьтесь. Да, иди попробуй. Ты на каком, на маленьком? Семен, посмотри, что может, ладно? Посмотришь? Аккуратно подходи, все, спокойно. Я пока с мамой поговорю. Никитос, ты, я говорил, нам 150 подтягиваний покажешь. Давай. Я не говорил, на 150 подтягиваний. Ну, отжима не покажи. Поэтому чьих-то родителей я знаю давно. Ну, после 7-6, да? Они приводят свои детей, зная, что я... Что говоришь? 6. Да. Нет, после 8-7, потом 6. Я в 15-летний, непосредственно, занимаюсь воспитанием детей и непосредственно ведем спортивно-культурную деятельность. То есть, пока вместе, это клуб движения, который пригласили, Федерация силовой атлетики, для проведения как раз занятий для, прежде всего, чтобы воспитать атлетов, представителей Саратовской области. У нас уже ребята, девчата выезжали на Москву. Мировые соревнования из-за событий в мире... Никита, тормози. Мировые соревнования отменялись, по разным причинам, но чемпионаты Евразии выиграли. То есть, у нас чемпионы Евразии. Вот просто с улицы. Девчата, ребята, с Саратова, с Англии. Я, честно, вообще против, как бы, это шума. Натурника где-то, потому что у нас нестабильность шейных позвонков. Мы, постоянно, мы часто лежим в больнице в плане реабилитации, с головными болями он там может с невренью слечь. Просто вот вообще просто теряется. Повреждение что-то было, что повреждался? Как прошло? Нет, как таковых повреждений никаких нет. Шесть. Нигде повреждений нет, никаких, ничего. Вот физически он здоров. Потом один прекрасный день у нас... Открываются головные боли, сорванность температуры совсем. Мы лежим в ней 3-4-5, вообще попадаем из жизни. Два раза в год мы лежим в больнице в детской. Ну это это... Я могу сказать такую штуку. Здесь бы внимание сделать не на турничках, а на ЛФК, на оздоровительный, общий физический подготовок. Ну он лежит на оздоровительных... Ну что у нас может дать наша неврология детская? Все, что там есть, лечебная физкультура, он там лежит, а не будет. Здесь надо, чтобы нашелся тот, кто сможет объяснить значимость упражнений, а укрепляющих. И своим примером показать. Смысл такой, если рассматривать шею, и особенно если там взрослых, я здесь 15 лет общаюсь, уже людей с ограниченной возможности, я уже детей воспитываю. То есть там по роду, по генетическому периоду, ну разные там и сементальные, и там трудности, вопросы, и физические. Игена, что ты ложишь? Хорош. Я разговариваю, успокойтесь, парни. Семен, через одну минуту давай силовую часть на подтягивание, ладно? И смысл такой. Для многих это... Смотри, сейчас, дети, да? Прочти, пожалуйста. Для многих это мучение во взрослом возрасте. И ребята так-то крепкие, но даже какая штука интересная. Небольшие перекосы в теле, просто вот перекосы, могут потом впоследствии сказаться. Я говорю конкретно у кого-то, вообще может потом сказаться. И пережим, да, да, и пережим с вен артерии, и потери, замутнение перед глазом. Ну там такая, не особенно секрессия. Смысл такой, что я могу, допустим, пообещать. Если понравится, сама захочешь. Конкретно здесь сделаем внимание не на турниках. А ему важны турники? А это, знаешь, какая штука. Если это ему важно, значит, тогда он будет находиться там, где ему интересно. Никто не заставит, о чем дело. Но если перевести вот этот посыл, если перевести этот посыл, энергию детскую, если показать, тем более здесь у нас для них, для их возраста, очень авторитетные ребята здесь занимаются, которых они знают, там, по интернету, по разному. И то есть, если эти люди будут тоже подтверждать, что основа – это основа здоровья, и уже потом, соответствующие показатели здоровья, можно финты какие-то вытворять. То есть, можно что-то поинтереснее делать. Матвей, не надо. Закрой, пожалуйста, закрой, пожалуйста. Вот так, думаю, сама. Я всем объясняю. Если не будет согласия дома с родителями, никто здесь ничего не будет делать. Матвей, погоди. Что, братишка, пойдем температуру я померю тебя? Температуру? Ну, конечно, у нас такое правило – померить температуру обязательно. Ты же заходил, как-то, к нам, помнишь, некоторое время назад, когда ты, ну, прям, поюнее был, да, сколько? Два года назад, три года назад. Кого ты ребятишек знаешь? Я вот-вот, недавно уже заходил. А несколько лет назад, разве ты не приходил с кем-то с ребятами, нет? Мне кажется, что он же на трюках там трюк показывал, нет? Я понял. Прости, пожалуйста. Ничего. На сегодняшний момент у нас это будет 570 человек. Представляешь, сколько много людей. Кого ты… Так, сначала фамилия, имя, отчество. Салеев. Даниль. Азаматович. Даниль? Да, Данил. Данил с мягким знаком. Я понял. Иногда, знаешь, бывает Данил, Данила. У тебя Даниль. Все, Даниль. Молодец, Даниль. А отчество? Азаматович. Азаматович, молодец. У нас даже был такой Азамат Азаматович. Представляешь? Тоже из ребятишка-то. Скажи, пожалуйста, как тебе полных лет? Двенадцать. Двенадцать лет. Твое самочувствие? Нормальное. А, нормальное? Это какое? Ручку протяни, пожалуйста. Мозоль не ковыряй. Вот мозоль и вот. Да, да, это сто процентов. Так многие ребята притворяются, говорят, мама… Ну, я говорю, не ты, конечно. Мама, я вот уроки не могу делать, у меня ручки болят. Только я это узнал не ковыряй. Только я это узнаю прям сразу же. Здесь не появляться, пока не решится вопрос. И поэтому я буду терпен. Хочу полетать. Да, Даниль, а теперь послушайте, какая штука. Кого-то из ребят, ты знаешь, с района, кто хорошо крутит, там все, всякое. Нет, я там один у двори. Серьезно? Тебе с тобой никто не занимается, что ли, рядом? Ну, хоть кто-то же есть. Каких парней у вас торопит не приходит? Кто-то же ходит, ребята? Постарше, может быть, или помладше? Постарше, ну, с других дворов приходят. А как их зовут муж? Именно как ими, знаешь? В общем, Егор, ну, он это, он так просто… Егор Калишин? Нет. Не знаешь, какой-то ветром? Нет, он сказал, он раньше занимался. А, все, понял, Егорка, он футболом сейчас… А, погоди, футболом занимается, да, Егорка? Если не ошибаюсь. Нет, нет. В общем, не суть. Да нет, вы не знаете. Да и ладно, в общем. Что, Матвей, сейчас все будет, погоди, братан, сейчас перекус будет. Я постоять, Матвей. На голове, все. Так, Леня, несите мат из того зала синий, бегом. Матвей, из того зала несите синий мат. Даня, смотри, сейчас такую штуку скажу. Сейчас под присмотр мамы походишь, ну, вернее, сейчас если захочешь, поделаешь, разрешит, там смысл такой. Самое главное первое. Здесь открыто вот все и для всех. Вот что у нас есть, штанги, гири, гантели, турники, брусья разного уровня. Ребята приезжают, девчатки могут показать там, хочешь овладеть. Вот все, что ты захочешь, может быть, здесь можно здесь получить. Не только по полу не волочим. Берем вдвоем, тянем, Семен, Серафим, помогите, пожалуйста, им это принести. Но просто при одном условии, самое главное, самое первое. Тебе надо договориться со своими родными. Вот самое первое. А что ты так бровки с этой, с кучу свел? Что ты не понимаешь, о чем договориться с родными, значит? Как это значит договориться? Сейчас, секунду. Договориться, это значит получить согласие, чтобы тебе дали возможность делать то, что ты хочешь. А для этого надо, чтобы уверовались в твоих физических силах, в твоих морально-нравственных силах, воля твоя, что ты будешь ответственна. Иди делай, Никит, сальто, иди делай. Никита, Никита, иди делай. Одно сальто, два подтягивания или пять отжиманий, выбирай. Поэтому будь здоров. Поэтому все в твоих руках. Оставь, 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 парень, оставь. Июль, август, можешь походиться за минуту. Все в твоих руках, оставь, Серафим, не надо. Я тебе ничего сказать не могу. Нам надо, смотри, нам надо, что сейчас будет. Мне важно твои знания. Как класс переходишь? Седьмой класс. Ох, тем более, тем более, седьмой класс. Два года надо до переводного класса понять. Ты что, это... Если ты хочешь, тебе вот что бы хотелось бы от гимнастики получить? Умение, ловкость. Как ты вообще узнал про эту тему воркаут или гимнастика? Как ты это узнал? По интернету увидел? Кто что-то круто делает, на улицу увидел? А уже там два лет. Наверное, кто-то что-то делает. А тебе что вот тут понравилось, удивилось? Как они это делают, красиво? Да, просто вот эти приемы. Трюки. Все, да. Больше ничего. Классно. Как, может быть, ты думал о том, что ты хотелось бы тебе какой-то там... Сейчас пойдешь, погоди. Какой-то ты хотел там чемпионом стать. Может быть, ты думал об этом. О, я буду... У нас ребята выступают, даже кто-то и делал, и получают. Мы призовые фонды разыгрывают от федерации по 10 тысяч за первые места. И, ну, для ребятней это хорошо. Разряды даются. Все, дальше, по идее, все в твоих руках. Тебе надо только договориться с мамой о том, что ты держишь свое обещание. Договаривайся, решай. От нас, вернее, для нас, от вас надо будет лишь только разрешение от твоих родных на занятие, что тебе разрешают заниматься и справка от доктора. От доктора, от врача, от кто за тобой смотрит. Что, ну, это для матушки более, что либо в этих сказаниях занятий с культурным спортом нет, либо какие-то нюансы, чтобы мы выстроили систему занятий. Можно взять копию с футбола, если там в футболе, например, приносить. Футболы, бассейны, какие-то лагеря выезжают. Можно взять. Да не расходить, это несложно. Ну что, братан, матушка сказала, что у тебя голова бывает болит. Ну зачем это принесли? Это было бы кувыркаться. Да, Иван, обходим. Это для них, это для малышей. Вам кувыркаться вон там. Это для малышей. Ваня, Ваня, ты забыл, когда ты маленьким был, что ли? А? Ну-ка давай, иди кульбит на сальто делаем. Нет, сейчас здесь кульбит делать. Площадку здесь подготовлю. У меня голова бывает из-за футбола болит. Ну, я же там тоже кувыркаю. Ну, бывает. Футбол еще могут там врезаться, удариться, да? Вот. Вот, копейки, получается. Никита, все получится, потом только. Напряжение какое-то бывает. Где ты футболом занимаешься? На стадионе? На стадионе занимаешься? Ну, как бывает, это... В девятке они занимаются. В девятке, что ли? Там Серега тренировался? Да, Сергей Тренировался. Аккуратнее, Ваня. Аккуратнее. Так ты это, знаешь, по сути, все вот люди, кто в теме, так или иначе, спорт, они все друг друга знают и общаются, и все прекрасно понимают, какой... Такую тебе штуку, твоя мама из детья скажет. Спорт, это не про здоровье, чтобы поднимал. Можно топить? Да, даже шахматы. Есть хроническое заболевание шахматистов. Или ты когда-нибудь за компьютером сидел, мышку держал когда-нибудь? Ну, знаешь, да? Рука когда-нибудь была такой, что затекает? Вот здесь, когда мышку держишь. Представляешь, хроническое заболевание у людей. Лучезапястный костинь. Это любой спорт. Теннисы, любые. Вот, тем более, футбол, там, колени. Ну, не хочу тебя пугать, но это это. Спорт, это не про здоровье. А вот если мы осматриваем гимнастику как образ жизни, не гимнастику спортивную, а гимнастику как образ жизни, оздоровительную, то это самое то. А вот всякие, знаешь, всякие крутые кульбитики, трюхи, сальтухи, там, не знаю, 720, 1080, там, в обратку и прочее, и прочее, это уже как последовательное получение результата. Допустим, ты хочешь быть здоровым, а тебе как результат к твоему здоровью, тебе бонус такой дается, понимаешь? Бонусом должен дать, научиться. Дополнение, да, что ты сальто можешь делать или еще что-то. А самое главное, знаешь, какое самое главное, это твое здоровье. Поверь, сейчас многие об этом не понимают. Вот собранные руки могут привести к этому здоровью, против папаха твоих. Иван, аккуратнее. Какую-нибудь грязюку занести можно. Глубоко, глубоко. И потом эта грязюка может как бы корни подрастить свои, и это будет нехорошая такая штука. Матвей, сюда, иди, пожалуйста. Можно нас? Вам на сальто надо. Семен, подойди, пожалуйста, сюда. Я подкурпить, да. У тебя что там с руками, нормалек? Покажи. Просто покажи. Матушка, покажи. Это бережно, старается бережно. А вот теперь посмотри на него. Это небережное отношение. Вот именно, вот здесь можно легко что-нибудь получить. Я про это и говорю. Я про это именно и говорю. И бинтуй, ухаживай. Пришел после улицы домой, возьми, запаривай мне соду, соль чуть-чуть. Матушка, подскажешь, как делается, запаривай. Лубочки, не ковыряй, не ковыряй. Я ругаю за ковыряние. Здесь такие вещи происходят. То есть, если бы ты понимал, здесь не только мне, как жителю нашего города, выгодно, чтобы мои друзья, просто кто живут в этом городе, чтобы были хорошие, честные, добрые, осознанные, чтобы уважали родных. Не только нашу маму лично уважали, а чтобы наших мам всех уважали, правильно? А такое, знаешь, как получается, общение друг с другом. Кто-то тебе раз посоветовал, не ковыряй, не делай там. Ты прислушивай, советуй, поинтересовался, там, сытры на этом, там, со взрослыми сравнил. Уже там по-другому. У меня, допустим, тоже есть. Но я бережно отношусь, я их вообще не отрываю. Распариваю, они потом, знаешь, как чешуя. Для него это достижение. Я сегодня еще один оторвал. Это такая радость. Как они хвалятся? Да. Чему радоваться, я не понимаю. Потому что, да, для парней это круто. Круто. А ты что, Соня, вытерпел? Да, Матвей, мозели, покажи. Ты что, знаешь, я дай первую мозоль, какую круто это? Ты вспомни, для тебя это подвиг целым, первая мозоль. А тем более сорван, а тем более, там, девочка увидела, а-а-а, такой, о-о-о, герой.